в общем время без 10 9 я доехал уже до углича машина оставил вот на этой заправке газ ресурс на въезде в углич со стороны ярославля такая вот заправочка попросила разрешение мне разрешили кстати говоря на этой заправке принимают топливные карты гастром нефть я свою рабочую машину заправляю здесь вот здесь в углич я не знаю больше других заправок которые принимали бы эту карту вот ну бензин нормальный по 95 пока у меня нареканий не было так что вот если что рекомендую раз ресурс на въезде в углич но я пошел дальше в сторону ярославля где-то порядка 400 метров вернуть и буду заниматься там знакомым себе делом искать памятник погибшим воинам а потом пойду дальше пока такие новости пока иду есть неких несколько свободных минут чтобы поболтать на камеру вот значит немножко пояснить хочу куда пошел зачем вот значит я прошел черепово вот оно там осталось где-то большое вот это вот поселение пока иду по дороге мне еще километра два идти вот я иду значит там нашел памятник он практически рядом с дорогой ориентир хороший здание россельхозбанка прямо рядом с ним пофоткал и короче говоря пошел дальше мне идти до дивной горы там также находится памятник и обратно ну немножко другой дорогой но потом пойду обратно здесь же где шел и выйду туда же на заправку на газ ресурс поеду домой маршрут у меня сегодня небольшой но эти сутки где-то километров 18 ну 20 с учетом всяких там туда-сюда отклонений поисков обходов и прочее вот значит сегодня за световой день планирую пройти большую часть маршрута собственно поэтому так рано и выехал и на машине то потому что надо прийти обустроить лагерь на ночь запастись дров и прочее вот одному ночевать при минусовой температуре надо все-таки подготовиться поэтому это не просто поставить палатку там по темноте здесь надо немножко пораньше вот поэтому вот так маршрут планировал я пройти еще давно пройти по золотому лесу пока листики были желтые но пока собирался выпал снег выпал снег и прихватили мороз ты вот ну ничего пойдем по первому снежку посмотрим и заодно хочу попробовать новый тип костра вас посмотрел тут в интернете вот я такой никогда еще не делал вот и посмотрим смогу ли я его сделать получится ли мне у него нормально переночевать вот такие дела время без 10 10 я прошел несколько населенных пунктов вот сейчас тут сзади там за моей спиной деревня потопина потопчина осталось там был мост через него я прошел по нему я прошел через реку улейма ну что я смотрел по спутникам нигде в других местах не нашел где можно перебраться поэтому сделал небольшой такой крючочек по вот и сейчас я буду сходить с дорог то есть я прошел где-то километров 5 по разным типам дорог грунтовым асфальтовым хреново асфальтовым и прочее сейчас буду с них сходить и пойду уже вот вдоль лэп линии электропередач и вот туда вот в лес лес вот у меня тут карта вот значит я вот тут сейчас пойду лес лесом лес довольно густой думаю наверно там есть какие зверюшки белочки там зайчики у других видите особо не хочу зайчика можно вот какая там лесу будет просек я не знаю можно ли по ней пройти мои обуви вот в такой вот но на всякий случай я взял еще с тобой бахилы от костюма узака вот одену если что и по лесу поэтому мне идти километра три где-то ну может чуть поменьше ну внутри грубо ну и судя по первым видом вот тут была какая-то накатанная дорожка пока вроде сухо но пойду красивые такие пейзажи тишина только собачки в деревнях там гавкают в деревне печкин сделал селфи на фоне так сказать зимних полей ну ладно что-то я разболтался в общем пошел и вот туда ну чё вот пришел просика стала вот такая сначала шел еще был ничего а сейчас уже все вода надо одеваться хорошо взял бахилы еще думал брать или не брать ну что ж ладно буду обувать мой размерчик зато рюкзак стал легче пойдем воду я конечно вступать не буду буду стараться обходить да вообще вообще до дивной горы можно доехать и на машине как и до червякова где стоит памятник но это как-то не по-нашему и по-русски создать себе сложности а потом героически героически их преодолеть вот это по нашему это по нашему поэтому что будем делать правильно героически их преодолевать ладно пока пошел и преодолевать все подошел до перекрестка лэп я не знаю слышно или нет какой-то треск стоит вот такие дела времени 11 часов судя по картам мной пройдено где-то 8 половина километров тут вот есть хороший ориентир вот это вот угол линии электропередач стой со своей просеки я сошел если глянуть карту получается вот я пошел по просеке здесь не сошел нахожусь сейчас вот здесь ну в принципе до дивной горы уже километра два сейчас я тут чуть-чуть передохнул сниму бахилы дальше думаю уже дорога пойдет более-менее нормально а ведь интересная такая штука таки от булыжники навалены фиг его знает в лесу обычно не часто такое встречается вот так интересно вот уже где-то там вдалеке слышно как собаки гавкой значит люди где-то рядом а следы волков так вот и идут тут туда по дорожке куда пойду не знаю где они там в лес зайдут 15 минут 12 я уже практически дошел до дивной горы вот этот населенный пункт церковь стоит прямо на горе сейчас на поближе подойду рассмотрю чё там я вот вышел из леса с просеки здесь такое вот поле поля кругом ветерок дует хари начинает обветривать и вообще как-то здесь прохладе на открытом то воздухе у меня на башке он есть тут масочка которую можно натянуть на на лицо но сейчас к людям идти поэтому не стану этого делать потерплю ну что ж в общем-то до населенного пункта я дошел быстро это еще не все конечно нужно будет возвращаться искать день в лесу место где переночевать обустраивать лагерь вот это хорошо что быстрее получилось больше времени будет на то чтобы подготовиться к ночевке но пока пойду искать памятник буду фотографировать для текстовой версии я не очень люблю снимать населенных пунктах собственно памятники ты не снимаю только фотографии делаю вот но здесь решил взяться на камеру за камеру ибо вот такого творчества современных дизайнеров я прифигел даже с децел картинка ничего не напоминает как будто своих идей не хватает нужно брать что-то другое видно по всему что это уже добавлялось тут видимо по какой-то программе федеральной 70-летие восстанавливали и вот эти креативные дизайнеры тогда работали памятник на пипец совсем туго я сейчас подошел к храму в дивной горе не особый любитель ценитель архитектуры здесь вот интересная такая особенность вот у этой у этого храма такой вот в виде этой самой лесенка такая крытая довольно интересно ну так необычно не часто попадается а так у церкви здесь кладбище а я пришел вот с той стороны с поля но я так вот туда 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 там по дороге и по дороге наверх поднялся сейчас уже иду на выход немножко здесь полтонул был не полтонул я прошел прям по дороге думал памятник где-то на виду обычно по главной дороге они всегда попадаются а здесь не совсем нужно было немножко отойти в сторону на варгулова но сейчас пошел назад возвращаться мне еще идти километра четыре до лесополосы я бы запланировал встать на сон так уважаемые зрители время пол первого от дивной горы вот там по дороге эта дорога идет от дивной горы и на углич я по ней прошел около двух километров в сторону так по ней можно было бы идти дальше но помните главный принцип создать себе трудности так вот сейчас я свернул с этой дороги и пойду по просеке вдоль лэп ага она здоровая огромный столб им таких тоненьких ножичках стоит ну ладно в общем пойдут нас по этой просеке до перекрестка линии электропередач и дальше сверну налево и так и пойду вот уже хочется есть потому как завтракал то я с утра рано во сколько там часов на 6 пол седьмого вот ветра нет что еще сказать куда на самом деле я немножко слукавил сказал что создался сложности с одесс дороги по дороге мне идти не очень хорошо потому что она идет куда-то там в центр углича мне туда не надо мне это надо на окраину вот да и типа не по трассе не прикольно потому что машинку на что ездит не часто но бывает алисту тишина и спокойствие так что я выбрал лес вот такой вот зимний хороший тест кстати вот и первый перекресток лэп совсем рядышком мне еще идти наверно километра два также до леса до леса где я буду останавливаться ну как это обычно бывает просека осталось есть но идти по этой просеке о будет адски неудобно и вот таким макаром не идти метров 800 наверное там должно быть дальше поле вот него мне надо будет выйти сейчас мальца передохну вот здесь под сосенкой и отправлюсь дальше кстати говоря вот если посмотреть на эту сосенку все мы знаем основы ориентирование что длинные ветки у деревьев где они более густые длинные они направлены на юг вот но нашем случае вот у этой сосенки ветви направлены длинные на север вот увидимся компасом постоял немножко отдохнул подумал посмотрел на эту бросику решил нафиг попробую пойти в обход есть есть еще другая лэп и другая просека как раз тут вообще их много перекресток я пошел по другой это получится небольшой крюк но зато здесь идти нормально ну более-менее можно не так вот как там напилена навалено здесь как-то так поинтересней выбрался с этой просеки вот оттуда там может видно дальше у второго столба они дальше туда и налево короче это вот по той просеке я шел по этой тоже не айс было идти вроде деревьев то нет а под подстава в чем вот напилены эти вот маленькие вот такие вот еще совсем маленькие деревца они уже опилены их много вон они тут везде торчат и ветки валяются идешь так не не видно ну неудобно идти наткнуться можно короче говоря силы тратят силы тратятся вот ну ладно слава богу преодолел а вон там идет если может быть видно лэп по которой я первоначально планировать и они в общем-то практически рядышком но я чуть-чуть там вот я бы по прямой вышел а здесь я сделал небольшой крюк совсем небольшой но думаю что не жалею а сейчас мне судя по карте где-то он в том углу должна быть дорога или дорога тропин какая-то в лес и вот зайдя в этот лес я где-то там буду искать место для своего вечерне-ночного отдыха тусы бачи по-разному называть и на завтра мне останется немножко с утреца прогуляться взбодриться перед дорогой домой это наверно километров пять может чуть больше шесть вот такие дела зашел в лес покрутился тут тут не зле недалеко есть болотинга на карте обозначен походил походил посмотрел места вперед по дорожке там пробежал посмотрел куда мне завтра двигать еще как разведал обстановку в общем здесь где я хотел не не сильно хороший вариант кругом это самое одни неровности кочки и постоянно тут что-то пружинит проваливается видимо здесь какие-то влажные места так идти то вроде иду ничего а вечером боюсь если костер разведу мало ли какая там вода все оттает нафиг не потонуть бы поэтому немножко я сейчас вернусь назад там когда шо увидел вроде неплохие ровные места хвойный лес прекрасный немножко жалко что придется возвращаться ну ладно ничего страшного вернуть как сахатый побегал тут по округе по лесу вот выбирая место для кемпинга и решил вот здесь вот на этом месте остановиться здесь вот сейчас я лапничка нарублю тентик плач-па латочку натяну здесь вот костерчик будет уже какая-то вот тут дрова какие-то лежат пойду возьму рюкзак и буду потихоньку здесь обживаться местечко вроде неплохое над дорожки в стороне от лишних глаз ну и в то же время вроде ровно и да вот еще чего хотел сказать вот там дорога вот ходил в поисках место где можно остановиться и как бы хотел бы посоветовать быть немножко внимательный людям кто вот так же делает часто вот я отхожу и как бы вот мои следы здесь видны вот и по ним натоптал и по ним я смогу обратно нащупать дорогу то есть обратно не выйти в рюкзаку который я оставил здесь в стороне а вот если снега нет то очень легко можно сбиться уже не найти не вещи свои не дорогу и вообще заблудиться вот так что будьте аккуратней если вот так вот куда-то в лес заходите но как-то помечайте место куда вы заходите тряпочку навяжите бинтик еще принес свои пожитки на место будущего лагеря и собственно говоря чтобы я посоветовал ну или по крайней мере не знаю как поступаю я то есть начале там разбитие лагеря ну понятно выбрали место тут где чего растянуть потоптались посмотрели все будет удобно спать дальше я буду заниматься заготовлением дров на на ночь это вот первоначальная задача вот сейчас буду оборудовать место под костер сделать костер таскать дрова пилить рубить вот и уже только после этого когда у меня загорится костер я уже буду натягивать здесь тентик вот и там заниматься дальнейшими делами но первоначально костер чтобы не замерзнуть чтоб можно было подогреть водички попить чайку отдохнуть возле него и если у меня что-то затянется где-то что-то пойдет не так то на ночь по крайней мере у меня уже я буду близок к тому чтобы сидеть возле тепла так что пока вот так пошел заниматься делами время без десяти три она заготавливал там дров завалил пару сухостоев сосенок пока распиливал туда-сюда в общем решил чайку попить захотел пить вода холодная вот пока на горелочке сейчас подогрею чуть-чуть ее попью и пойду их сюда перепускают дровишки ну и буду потом на костер разводить посмотрим может быть отдохну и может еще чем там завалю притащу на ночь такой у меня тут лагерь ну как дрова заготавливал я не снимал это там в стороне у меня немножко я камеру с собой не взял да и времени на это особо честно говоря отвлекаться пока не охота надо дела доделать основные ну пока что заготовка для костра у меня выглядит вот так вот эти вот 6 бревен вот эти 6 бревен у меня будут как бы пока начну с них вот здесь еще пяток лежит в резерве на всякий случай как она пойдет ну и там вот еще небольшое бревнышко я с него начну ну еще вот там вот тоже лежит это тоже я сейчас с него начну разводить а дальше там посмотрим как она чего пойдет отдохну маленько посмотрим посмотрим вот решил попить водички вода холодная раза еще не замерзает лидочка там какая-то грохнулась небольшая но пока все равно пить невозможно холодная очень поэтому разогреваю взял с собой градусник он что тут показывает показывает немного минус 2 градуса минус 2 градуса вот ветра нет ну пока тут работал заготавливал дровадок холодно мне не было ну ладно сейчас будем продолжать подпаливать и дальше дела делать это ш отдых ну в общем на шару то не получилось разжечь костер даже с помощью сухого горючего эти вот веточки еловые не захотели гореть сырые я так накидал короче пришлось воспользоваться пилой на рубить чушечку и и подербанить на маленькие кусочки вот сейчас вот разгорелась шара не прокатывает ну все дальше уже пойдет ну даже хорошо с другой стороны что сейчас это самое у меня так не получилось по крайней мере будет уроком и я на всякий случай на всякий экстренный случай костер затухнет и прочее сейчас вот отпилю еще таких чурбочек наколю чтоб в угли сразу кинуть и они это самое ну разгорелись быстро так что как говорится что они делаются все к лучшему смотрим на градусник градусник без изменений минус 2 градуса смотрим на часы часы показывают 15 минут пятого вот но потихоньку потихоньку лес начинает погружаться в темноту и в общем то у меня до темноты времени не так много вот буду продолжать делать свои дела наслаждаться так сказать отдыхом есть уже охота 5 часа я еще не обедал ну ладно чтобы костер разжечь под ночным резервом то что оставлял на резерв короче вот основные бревна а костер у меня разжегся здесь ну не дебил дескайте сейчас будем исправлять ситуацию ну надо же а пора отдыхать ну вот время 17.30 пока туда-сюда здесь бегал прыгал снимать времени не было натянул такой вот навесик себе из двух плащ палаток поставил котелок водички скипятить попить костерок пока такой горит не знаю что то мне эта конструкция как то не очень нравится не внушает доверия пока внизу там что то горит еще нормально а потом уже когда нижняя часть прогорает вон та нижняя часть прогорает как то не особо от него много тепла может надо конечно было поближе ну посмотрим посмотрим если что время позволяет переделаю положу бревна вдоль да и все и будет у меня обычная надья ну вот ну так что так пока сейчас сижу еще отдышаться надо сейчас чайку попью и буду готовить более плотную еду покажу что у меня есть у меня есть вот такой кусок мяса и луковичка я ее зажарю на костре точнее мясо зажарю на костре и буду уможенать 17.42 приступаю к изготовлению шашлыка ну или гриля ну или гриля перчику не знаю посмотрим что получится здесь в котелке у меня уже водичка подогрелась сейчас буду пить чай ну в общем какие дела то вот мое мясо жарится где тут видно мое мясо жарится я ее вот на такие кусочки срезаю ну оно как там периодически корочкой покрывается я его срезаю ну не удержался съел все почти вот тем временем температура вот здесь вот у меня градусник показывает 10 градусов внизу лежит термометр ну мне так вот тут тепло сидеть единственное что я конечно костер для меня новый подожду пока прогорят вот эти вот нижние палки и посмотрю как будет без них вот потому что как бы суть то его в том что они вот за счет вот это вот этих бревен что они лежат плотно друг к другу вот как бы костер длительного горения вот он и греет ну не знаю посмотрим сейчас пока вот и внизу вот это вот горит и какая будет температура а потом уже если все будет нормально тогда буду коврик расстилать и ложится там ноги посушу и так далее вот пока что все вот эти вот все шапки были они у меня все сырые все сырые были сейчас в общем-то высохли вот это вообще сухая перчатки чуть не спалил ой ой горю перчатки чуть не спалил но ничего уберег только одна маленькая дырочка осталось в общем ладно пора тушить ну в общем не знаю время 20 00 костер этот вот он как-то из себя вот так вот выглядит я не знаю видно или нет все там как-то затухает снизу вот угли какие-то есть от них тепло идет какое-то но это надо вообще туда ложиться я не знаю очень близко как картофель печеный в залу закапываться сейчас еще полежу немножко понаблюдаю как это все дело будет прогорать вот эти вниз бревнышки положил чтобы подсыхали попробую конечно поближе придвинусь посмотрю но что-то думаю буду я это самое разворачивать их вдоль и стандартно вдоль вот так вот эти бревнышки спаливать но до утра мне много тут должно хватить что я думаю что замерзнут при таких вот при таком косе не знаю может я что-то неправильно конечно делаю или чего ли ну какая-то фигня нездоровая вот еще на радио потерялась вот это которая частоту менять что за болван придумал такую систему там вот еле видно эту шестеренку которая крутит чтобы поменять частоту искал 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 так и не нашел не знаю что теперь делать ну хорошо хоть вроде прием нормальный такой какое-то радио поймал дорожное что ли а еще я вот тут возле фонарика карабинчики навесил типа как крючочки радио у меня там висела вот здесь но что-то она видимо там замерзает и это самое перестает нормально работать такие дела я вот тут периодически крутилка кручу завожу батареи грею ну ладно сейчас посмотрим что будет дальше посмотрим так легким движением руки превращаем наш старый костер вот в этот вот надья таежный как угодно можно его называть но тем не менее старый проверенный уже приходилось при таких ночевать неоднократно конечно тут не выспишься как дома в кровати это безусловно факт но по крайней мере какое-то время он дает тепло потом в любом случае будешь просыпаться проснулся подкинул что-нибудь туда бревен благо навалом вот и дальше отдыхаешь а тот чего-то совсем у меня не пошел не знаю что то наверное не так делал вот вот такие дела и вот утро 8 часов буду вставать ну пока вот греется остатки воды потом буду есть на завтрак кашу кофе с бутерами со вчерашними вот что касается ночи градусник вот сейчас показывают где-то минус 5 ночью я смотрел один раз тоже где-то минус 5 показывал вот из запасов бревен что я вчера снимал вот остались все что осталось сжег ну в принципе я это самое ночью мне холодно не было нормально я не замерз но чего-то долго никак не мог уснуть все ворочался лежал зал никак не засыпалась вот ну а подкладывал я примерно вот вот такие вот эти вот бревна только тут толщина не очень большая вот это одно из больших такое где-то примерно каждый час наверное вставал бревнышко подкидывал и ложится можно было бы поменьше вставать один раз допустим полтора часа но что-то все равно не спалось поэтому подкидывал может быть боялся упустить костер что затухнет ну в принципе вот даже первой половине ночи было нормально можно было бы без костра там я спал вообще в свитере куртку красную даже не одевал и ту вот курточку тоже не одевал вот но потом под утро не под утро ночью уже одел мало ли на всякий случай уснул что это если упущу костер но все равно подкидывал хотя можно было бы обойтись у остатки воды кипят я вчера интенсивно от нечего делать пил чай у меня теперь воды то на пол кружки осталось больше воды у меня нет но ничего страшного сегодня сейчас не лето до пить не особо захочется вот а мне идти до машин останется четыре километра я позавтракаю да щас пойду быстренько стоять на самом деле холодно вот ноги мерзнут в ботах да на месте находишься земля холодно вот вот такие вот дела у меня приятная неожиданность сейчас когда спальник сворачивал на коврике нашел вот эту бабушечку зелененькую от радиоприемника вот такую малюсенькую вот я в траве искал искал вчера при фонарике но так вот раз ее разглядишь зелененькую на еще вот с этими листиками вот нормально теперь можно пользоваться на только как-то будет придумать закрепить ее чтобы она не вываливалась больше а то блин вообще без нее беда или держится ладно это приятная новость поспешил порадовать порадоваться а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Время 10 минут 11 Я вышел на дорогу и пошел Нужно мне направление Мне идти еще километра 4 Но на это я потрачу Наверное час Не больше Сегодня так уже морозит Вчера было потеплее По этой дорожке я вчера шел Когда вперед туда убегал На разведку Что там впереди Потом возвращался Вот Там болото, судя по карте Вот такая вот дорога Лесная Какое белое поле Красивое А мне вот туда Деревенька Это Потопчина Мне нужно в нее Я не помню Говорил вчера или нет В Потопчина Находится мост Через Улейму В других местах Нигде Я не увидел Где перебраться По-моему говорил Вот что мне не нравится В населенных пунктах Или возле них Так это вот Такие вот собаки Вот она стоит И тупит Не знаю Что я за дурак Такой тут хожу И я тоже Иду тут мимо И смотрю на нее Хрен я знаю Чего в ее башке творится Так вот Еще сейчас Увяжется сзади Пару раз на меня гафнуло Вроде успокоилась Пошла своей дорогой А мы друг другу На встречу шли Она на меня смотрит Я на нее смотрю Я иду прямо Не сворачиваю Она раз Свернула в сторону И стоит Смотрит на меня Пару раз тявкнула Интересно Не дает мне дураку покоя Вот этот водоем Еще вчера Когда шел по дороге Его заприметил Но не смог К нему подойти Вот здесь вот сход С дорожки Сюда Который идет Он Вчера еще был Этот самый Сырой А сегодня уже там Вода замерзла И Аккуратненько Но пройти можно Такое Одинокое дерево Тут стоящее Довольно красиво Смотрится Какая красота До окончания своего маршрута Не осталось Че-то больше Полутора километров Какие можно сделать выводы Об этом ПВД Две основные задачи Которые я ставил Я выполнил То есть первое Это пройти по По маршруту Который я предполагал Вот И второе Испытать костер Новый тип костра Посмотренный мной в интернете Обе задачи я выполнил Плохо или хорошо Значит по первому пункту По маршруту Маршрут не подходит Для какого-то отдыха Для такого вот Похода с семьей С друзьями С детьми Вот Главным образом Из-за того что На маршруте есть Просека Болотистая Водянистая Вот Я предполагал Что будет так Постраховался Взял чуни Преодолел Но Летом Это будет не пройти Ну таким же макаром Можно пройти Но тоже идет поход Для того чтобы Отдохнуть с чуни Смешно Вот В любом случае Это задача Костюм Второй пункт Кто-то упал Не знаю Наверное что-то делал не так Вот Но такой тип костра Мне не подошел Затухает Холодно Если бы я его Не перевел В знакомый для себя Надья Или там Пусть это неправильное название Но тем не менее С этим костром Я уже нечевал Вот если бы я не перевел Его В знакомый себе Тип То я бы ночью Вероятнее всего Замерзл Мой тип костра Пускай Может быть и неправильный Но по крайней мере Я За ночь отдохнул Да Мне Сначала немного Заспортно Это Не от того Что мне было холодно Вот За ночь Значит я отдохнул Пусть немного В совокупности Я не знаю Наверное Четыре-пять Распал Но тем не менее Считаю это Неплохим результатом Вот А я Тем временем Прихожу Чирякова Вот оно Передо мной И туда Чуть левее Уже видна Отсюда Забравка Которая у меня стоит Пошли Такие дела Спасибо всем За просмотр